Здравствуйте! В эфире рубрика экономических новостей. В студии Ярослава Богатырева. При трудоустройстве в Казахстане будут учитывать кредитную историю. При наличии отрицательной кредитной истории соискателю могут отказать в приеме на работу. Казахстанские работодатели при приеме на работу будут учитывать наличие кредитов у соискателя. Если есть просроченные задолженности и имеются проблемы с выплатой, то соискателю могут отказать в трудоустройстве. Сейчас эту практику уже начали внедрять на рынки ритейла, крупные гипермаркеты. Особенное внимание кредитной истории уделяют, если ищут сотрудника на материально ответственную должность. Это своего рода ограничительная мера, чтобы избежать возможных проблем с новым соискателем. Но ни один работодатель без вашего согласия не будет проверять вашу кредитную историю. Соискатель обязательно будет уведомлен об этом. Здесь играют два фактора – наличие просроченного кредита и кредитная нагрузка. Конечно, эти факторы на усмотрение работодателя. Сейчас казахстанцы имеют кредиты на сумму 6 триллионов тенге. Бизнес-кредиты составляют 17,2 триллиона. Доля просроченных кредитов составляет 14,1% на начало 2019 года. СМС и налоговые задолженности будут присылать казахстанцам. Нововведения планируют внедрить до конца 2019 года. Сейчас тем, кто пересекает границу, предоставлена возможность оплатить налоги на месте, в аэропорту. Информация о том, что оплата прошла, проходит фактически мгновенно. Минфин интегрировался с банками напрямую через электронный шлюз правительства. Это дает возможность в течение 1-2 минут увидеть информацию о платеже. Поэтому проблема пересечения границы решена, говорят ведомстве. Министр финансов также подчеркнул, что каждый налогоплательщик может проверить сведения о задолженности на портале ЕГОВ в личном кабинете налогоплательщика и через онлайн сервисы банка. Вместе с тем мы проводим пилот в двух регионах СКО и Карагандинской области, где мы направляем налогоплательщикам сведения о предстоящих платежах по транспортным средствам. По результатам этого мы хотим внедрить СМС-оповещения по всему Казахстану, по всем видам налоговой задолженности в текущем году. Но это все равно не гарантирует, что гражданин уплатит своевременно. Сейчас создается мобильная база данных для СМС-оповещений по налоговым задолженностям. Уже зарегистрированы в базе около 7 миллионов граждан. С 1 января снижена налоговая нагрузка на низкооплачиваемых работников в 10 раз. Касается это индивидуального налога. При этом налоговики говорят о том, что казахстанцы неправильно считают новый размер платежа. Снижение налога не означает, что он уменьшился с 10 до 1 процента от заработной платы. Как высчитать размер платежа, рассказали в областном департаменте госдоходов. С 1 января в 10 раз снижена налоговая нагрузка на тех, кто получает оплату труда меньше 25 минимальных расчетных показателей в месяц. В 2019 году это 63 125 тенге. Внесены поправки в налоговый кодекс. 90 процентов облагаемого дохода работников с низко заработной платой освобождаются от индивидуального подоходного налога. То есть налог надо заплатить только с 10 процентов от дохода. Произведем расчет. Зарплата сотрудника 63 125 тенге. Минус обязательные пенсионные отчисления 6 313 тенге. И минус минимальная заработная оплата, которая составляет 42 с половиной тысячи тенге. Таким образом, облагаемый доход составляет 14 143 тенге. Из этой суммы, из 14 тысяч, 90 процентов облагаемого дохода не облагается индивидуальным подоходным налогом. То есть облагается только 10 процентов. Это будет 1400 тенге. Вот из 1400 тенге мы теперь определяем сумму подоходного налога, который максимально составит 143 тенге. Это у кого заработная плата до 63 125 тенге. Ну, соответственно, если заработная плата будет ниже этой суммы, ну, скажем, 55 тысяч тенге, то сумма индивидуального подоходного налога составит 70 тенге. В Казахстане составили рейтинг трудоустройства выпускников вузов. Первую строчку рейтинга занял Экибастузский технический университет имени Академика Сатпаева. На втором месте Казахская национальная консерватория имени Курмангазы. А на третьем Кустанайский государственный педагогический университет. Составлен рейтинг 20 лучших вузов страны, чьи выпускники успешнее всего трудоустраиваются. Он опубликован на сайте электронной биржи труда и составлен специалистами Центра развития трудовых ресурсов по заказу Минтруда. Среди рассматриваемых высших учебных заведений оказался 101 вуз Казахстана. За основу были взяты сведения о фактическом трудоустройстве выпускников, окончивших вуз в 2015-2017 годах. Рейтинг составляли по анализу статистики количество трудоустроенных выпускников вуза, работающих студентов, скорости и стабильности трудоустройства, а также средней заработной платы выпускника. Лучшие результаты показал Экибастузский техуниверситет. Второй стала Казахская национальная консерватория. На третьем месте Кустанайский государственный педуниверситет. Четвертую строчку занимает Павлодарский государственный пединститут. После него в рейтинге трудоустройства выпускников идет Казахстанско-британский технический университет. Самые слабые вузы, по выводам экспертов, расположенным в южных областях страны. На этом обзор экономических новостей завершен. До свидания. Двоих молодых людей объявили в розыск полицейские Кустаная. Парень и девушка пропали в один день и уже больше недели об их местонахождении ничего не известно. Подробнее об этом, а также о задержании нескольких автоворов и приговоре, назначенном жителю Кустаная за убийство брата. В нашей рубрике «Коротко». Приговор за убийство брата вынесен жителю Кустаная в спецсуде по уголовным делам. С момента совершения преступления до полного окончания его расследования прошло полтора месяца. Напомним, в так называемой малосемейке, расположенной в Кустаная по адресу Чехова 106-2, Геннадий Куриной убил брата в его же квартире. Как рассказывал подсудимый, брат Николай, будучи нетрезвым, ударил его спящего по голове табуретом. Спросование Геннадий, почувствовав на голове кровь и не вставая с дивана, схватил лежащий неподалеку нож, якобы для того, чтобы размахивая им отпугнуть нападавшего. Как позже выяснилось, отмахиваясь, брат нанес Николаю четыре ранения, два из которых были проникающими. Геннадий сам позвонил врачам и в полицию, но брат умер, а его самого арестовали. На расследование полицейским понадобилось меньше месяца, так как Куриной сам рассказал обстоятельства происшествия. В суде он вину полностью признал и раскаялся. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в учреждении уголовной исполнительной системы максимального режима безопасности. Пропавших в один день парня и девушку разыскивает полиция Кустаная. 20 января оба они вышли из дома и не вернулись. На данный момент они оба считаются пропавшими без вести. В связи с этим южным отделом полиции Кустаная разыскивается Сейдуисенов Филдос Дауренулы, 1995 года рождения. Рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные. Был одет в джинсы и кроссовки синего цвета, черную куртку с капюшоном. Особые приметы. На левом предплечье шрам от вырезанной татуировки. На левой стороне груди татуировка в виде иероглифа. Также разыскивается Мадина Нурланова-Байзакова, 1996 года рождения. Рост 173 см, худощавого телосложения, глаза черные, волосы черные ниже плеч. Была одета в шулу и соболя коричневого цвета. На голове коричневый платок в ботинки с красными шнурками. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят позвонить по номерам, указанным на экране. Две кражи из автомобиля удалось предотвратить одному полицейскому патрулю за полчаса дежурства. По подозрению в совершении хищения полицейскими задержано три человека. Патрулируя райцентр Затоборск, экипаж в составе сотрудников Елдоса Бакенова и Жаслана Костанова, получил сообщение о взломе двумя неизвестными автомашин на улице Тавельс-Издык. По приезду на место мы заметили двое неустановленных мужчин. Они, увидев автопатруль, нашу машину, начали бросить ограбленные вещи и начали убегать. Мы побежали за ними, применив приемы самбо, задержали. Задержанные оказались жителями Алтен-Саринского района, 19-25 лет. Один из них недавно вернулся из армии. До приезда полицейских молодые люди успели завладеть двумя аккумуляторами и набором ключей. Полицейские вызвали на место происшествия следственную оперативную группу и продолжили патрулирование. Следующий вызов поступил буквально через 10 минут. По улице Попович 3-4А, получается, неустановленный мужчина, совершил кражу из автомобиля, получается. Записав данные ориентировки, в ходе патрулирования нами был задержан, то есть подразумеваемый, который совершил кражу. В ходе опуска у правной оружии, получается, два автоматных фона и отвертку. Задержанный оказался 35-летним местным жителем. Все подозреваемые ранее уже попадали за совершение подобных преступлений, а последний из них уже был за это судим. От традиций к инновациям. К Устанайскому институту повышения квалификации учителей 70 лет. Какой путь был проделан за это время, чем отличаются учителя прошлого и настоящего. Об этом говорили на торжественном мероприятии, посвященном юбилею института. Камила Салкомбаева смогла пообщаться с педагогами и напрямую спросила их об этом. На торжественном заседании ученого совета от традиции к инновациям. Марианелла Слесарь возглавляет институт повышения квалификации педагогических работников по Кустанайской области с 2012 года. К слову, не только смена руководства ждала институт 7 лет назад. Тогда он вошел в состав только созданного национального центра повышения квалификации Орлео. Сегодня же реформированная обитель знаний празднует 70-летие и подводит итоги своей кропотливой работы. Мы хотим подвести итоги нашего юбилейного года, потому что в течение года мы провели огромную изыскательную работу. Мы работали в архивах, в библиотеках, мы изучали документы, библиографические документы, литературу, периодику. Мы собрали богатый материал. По итогам этой работы мы подготовили ряд научных статей. По словам директора института, сегодня учитель должен обладать теми знаниями, которые пригодятся его подопечному завтра. Так, образовательные реформы, опыт Назарбаев интеллектуальных школ – это только начало учебного пути. Значительную часть этого времени мы работали в единой системе, когда институт являлся структурным подразделением управления образованием. Тогда наша культурная система образования занимала лидирующие позиции по ряду направлений. А вместе мы были инициаторами многих проектов, которые получили распространение в целом по нашей республике. Это внедрение инклюзивного образования, создание ресурсных центров. Наша общая с вами миссия – сделать все, чтобы учитель был вооружен необходимыми знаниями, мог в полной мере реализовать себя как учитель с большой буквы. Учить по-новому, чтобы не потерять завтра. На торжественном мероприятии отними из самых важных гостей стали ветераны педагогического труда, которые наряду с сотрудниками института были награждены грамотами от Министерства образования. Раушан Байсарина – одна из награжденных. Женщина посвятила этой работе 40 лет. Именно она знает, что отличает прошлую образовательную систему от современной. В наши годы, в советские годы, первые даже 90-е годы, мы работали по традиционной такой методике. Это лекционные занятия, занятия практические, выходы из школы на стажировку, это выступления учителей-практиков. А сейчас уже по-новому форматы курса, они проходятся в другой форме. Это, прежде всего, активное участие самих слушателей. Документальный фильм об истории института и его 13 директорах сопровождался аплодисментами. А для тех, кто все-таки хотел глубже окунуться в историю института, была подготовлена специальная выставка и галерея с портретами из прошлого. С 2004 года для обмена опытом получения актуальной информации, самосовершенствования и саморазвития педагога выпускается научно-методический вестник «Блин.Инфо». Вот такими были события этого дня. До свидания.